В эфире служба новостей Саров-24 в студии Кирилл Васильев. Здравствуйте! Смотритесь сегодня в выпуске. Создание собственного регионального оператора. Депутаты решают вопрос с капитальным ремонтом в Сарове. На горах и на холмах в художественной галерее открылась выставка Михаила Полякова. Спорт как искусство. Секция исторического фехтования проводит набор на новый учебный год. Далее расскажем обо всем подробно. В городской думе в очередной раз обсудили проблемы капитального ремонта многоквартирных домов в нашем городе. На рабочей группе поднимался вопрос создания в Сарове собственного регионального оператора по капремонту либо появления представительства уже имеющегося в области. Подробности в следующем репортаже. Саров продолжает стремительно застраиваться. В эксплуатацию вводятся новые жилые многоквартирные дома и люди их заселяющие. На сегодняшний день не особо вспоминают о такой статье в ежемесячной платежке как капитальный ремонт. Для жителей старой части города этот вопрос в последнее время встает очень остро. Вот только суммы на капремонт, отправленные региональным оператору из Сарова, вернувшиеся в наш город, различаются в десятки раз. В прошлом году из-за капитального ремонта теплосетей два дома остались без горячей воды в батареях в начале отопительного сезона. Истоки этих сложностей с капремонтом лежат именно в закрытости нашего города. Въезд для подрядных организаций – дело долго и сложно. Из-за этого срываются сроки поставок материалов для ремонта и выполнения работ. Во время визита в РИО губернатора Глеба Никитина в наш город на это обратили особое внимание. Глеб Сергеевич попросил местной власти рассмотреть вопрос о создании на территории ЗАТО своего собственного регионального оператора или как минимум представительства уже существующего на территории Нижегородской области. Создание здесь в городе представительства рекуператора здесь на территории города Сарова – вот это и есть тема, которую планируем. Мы и сегодня обсуждали на рабочей группе и дальше планируем обсуждать вместе с правительством Нижегородской области. Основная задача здесь на территории города Сарова – чтобы было представительство или человек, или два человека, которые занимались бы взаимодействием между оператором Нижегородским и теми подрядчиками, которые есть на территории города Сарова. Если в нашем городе появится такое представительство, проводить ремонт в домах саровчан начнут быстрее и эффективнее. И можно будет надеяться, что те деньги, которые собираются с жителей города, будут тратиться на капремонт на территории нашего ЗАТО. В преддверии нового учебного года в департаменте образования прошло городское родительское собрание, на котором подвели итоги освоения образовательных программ дошкольного и общего среднего образования. А также обсудили перспективы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и результаты итоговой аттестации выпускников 9-11 классов. Проверить домашнее задание, а где-то и помочь решить сложные уравнения, купить констовары и проследить, чтобы в портфеле лежали все нужные учебники. Вот малая часть того, что ложится на плечи мамы-пап в учебном году. На прошедшем городском родительском собрании чествовали председателей и активных участников родительских комитетов школ и детских садов города. В системе саровского образования мы с вами создаем будущее наших городов. Это именно то, ради чего стоит тратить свои силы. В преддверии Дня знаний полезно вспомнить то, чем запомнился школьникам, воспитанникам детских садов и их родителям год прошедший. Победы в конкурсах и рейтингах образовательных организаций, достижения учеников, успешная исследовательская и проектная деятельность. В прошлом учебном году саровские школьники становились призерами и дипломантами 50 образовательных форумов. Наши достижения, конечно, это наша гордость, наши ребята, наша гордость. И здесь, конечно, собрались родители, которые могут по праву гордиться своими детьми и знают, что у них, слава богу, счастливое и хорошее будущее. Пять призовых мест на Всероссийской Олимпиаде школьников и 14 стабальников по итогам единого государственного экзамена. Такие результаты невозможны без внедрения современных технологий и новых проектов. В одном из таких в новом учебном году примет участие школа номер 13. Проект «Бережливая школа», который направлен на реализацию проекта производственной системы «Росатома» в образовательную организацию. В новом учебном году в список школьных предметов войдет астрономия. Вопросы по этой дисциплине будут включены в единый государственный экзамен по физике. Школьники смогут сдать пробный ЕГЭ по информатике на компьютерах. А ученики 7-8 классов напишут всероссийские проверочные работы. Изменятся в новом году и правила награждения медалями. Федеральным льготникам, имеющим право на набор социальных услуг, следует до 1 октября выбрать форму их получения, натуральную или денежную. Чтобы получать денежную компенсацию, необходимо подать заявление в пенсионный фонд, через личный кабинет или в многофункциональном центре государственных услуг. Если ранее заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новые заявления не требуются. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Согласно указу в Рио, губернатор Нижегородской области карантин по бешенству, объявленный в нашем городе еще в июне, закончит свое действие 29 августа. Причиной ввода карантина стали найденные трупы лес с вирусом бешенства. По данным госсветуправления, повторных случаев зафиксировано не было. Несмотря на это, жителям рекомендовано быть осторожным при посещении леса, где все еще могут находиться животные, зараженные бешенством. Саровчан приглашают к участию в конкурсе «Голосовач-52». 9 сентября на избирательных участках все желающие смогут сфотографироваться рядом со специальной фирменной конструкцией и выложить фотографию в социальной сети, поставив хэштег «Голосовач-52» и «Саров». Участники, набравшие максимум голосов, получат ценные призы. ХК «Саров» провел первую встречу на традиционном предсезонном турнире в Тольятти. Соперником нашей команды стал ЦСК ВВС из Самары. Команда Игоря Веркина не оставила противнику никаких шансов. Благодаря слаженным действиям в атаке спортсмены ХК «Саров» забили три безответных шайбы. Следующий матч пройдет в четверг, 30 августа. Саровские хоккеисты скрестят клюшки с хозяевами соревнований «Тольятинской ладой». В городской художественной галерее открылась новая выставка «На горах и на холмах». В экспозицию вошли 50 живописных произведений члена Союза художников России Михаила Полякова. Зрители смогут увидеть как ранние работы автора, так и картины последних лет. Выставку условно можно разделить на две части. Первая – это красота Нижнего Новгорода. Вторая посвящена тихой, размеренной деревенской жизни. Фамилия автора в углу каждой картины написана зеркально, фирменный стиль и метка Михаила Полякова. Более пяти десятков картин этого автора можно увидеть в выставочных залах художественной галереи. Художник, который запоминается с первой же встречи, с первого взгляда на его картины. Потому что такое позитивное отношение к жизни, которое есть у Михаила, ему можно только позавидовать. Картины выставки под названием «На горах и на холмах» можно разделить на два направления. Первое – это виды Нижнего Новгорода, съезды и развязки верхней части областного центра. Вид на стрелку в разные годы, дома, машины, трамваи. Второе крупное направление – это виды российской глубинки. Села, деревни, быта нравоуездных городов Владимирской, Нижегородской и других областей. Глядя на его красочную палитру, удивляешься, насколько художник может создать из обычного набора красок миллион просто цветов. Выставка работ Михаила Полякова только начала свою работу. Посмотреть экспозицию можно будет в течение сентября и октября этого года. В художественной галерее всех будут рады видеть в будни, в два часа дня и в шесть вечера и по выходным, согласно расписанию. А вот вторую и четвертую пятницу каждого месяца у школьников и пенсионеров есть возможность посетить художественную галерею абсолютно бесплатно. И это отличная возможность духовно обогатиться. Воспитанники объединения журналистики «Серебряная перышка» Дворца детского творчества побывали в Артеке, где приняли участие в тематической смене для талантливых детей проекта «Школа Росатома». Журналист детского телеканала «Атом ТВ» Дарья Копкина и видеооператор Кирилл Новикевич успешно прошли конкурсный отбор и получили путевки в Международный детский центр. О впечатлениях от поездки и полезном опыте, который приобрели саровские школьники, расскажем в следующем репортаже. Принимать участие в тематических сменах и становиться победителем конкурсного отбора для Дарьи Копкиной – привычное дело. Старшеклассница ранее уже принимала участие в подобных испытаниях и занимала на них призовые места. Путевку в детский лагерь Артек Дарья получила за креативное интервью с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Поехала я со своим оператором Кириллом Новикевичем. Собственно, когда мы туда приехали, нас всех детей от «Росатома» повезли в один отряд. И у нас были профильные занятия, мы занимались журналистикой также, у нас были представители от «Атом ТВ». В лагере Дарья посещала мастер-классы по журналистике, принимала активное участие в жизни отряда и была выдвинута на должность президента лагеря Артек. Даша успешно прошла два этапа предвыборных гонок, проявив способность брать на себя ответственность в решении важных вопросов. Было голосование, каждый о себе рассказал и выбрали, собственно, меня. И вот более 500 человек было за моей спиной. За каждым надо было, что увижу, что нет. Надо было следить, все видеть, помогать вожатым и вот все в таком духе. Детский оздоровительный лагерь Артек помог Даре определиться с дальнейшей профессией. По окончанию школы девушка решила, что точно будет поступать на факультет журналистики. Даша уже выбрала подходящие вузы, начала готовиться к экзаменам. Традиционно в течение года молодежная комиссия при правкоме завода «Авангард» проводит благотворительные акции для воспитанников детских домов и центров социальной помощи. В преддверии 1 сентября молодые специалисты подготовили и провели развлекательную программу для ребят из «Теплого дома». Звонкий детский смех и искренний возглас и восхищение наполнили маленький зал, когда по воздуху поплыли мыльные пузыри самых разных размеров. И так сложно детям было совладать собой, чтобы тут же не вскочить, не начать и хлопать. Настоящий праздник для ребятишек из «Теплого дома» организовали активисты правкома завода «Авангард». Сюда мы, конечно, традиционно, к одному знанию, вот уже выезжаем пятый год. Детки нас знают, ждут. Мы деток видим, они растут на наших глазах, с удовольствием всегда это делаем. Активисты молодежной комиссии не просто приносят детям необходимые учебные принадлежности, а организуют для них перед школой небольшую интерактивную программу с конкурсами, викторинами и сюрпризами. В этот раз детьми играл и танцевал сказочный герой из любимого мультфильма «Лунтик». Все-таки 1 сентября – это символично. Детки идут в школу, и хочется, чтобы у каждого оставался этот день как праздник. И мы им дарим такой праздник. В последние дни летних каникул мальчишки и девчонки были особенно рады этому маленькому празднику. Дети вместе с гостями прыгали, пели и громко хлопали в ладоши. Хором отгадывали загадки и помогали своим товарищам найти правильный ответ в познавательном конкурсе. А впереди их ждали подарки. Мы приобрели необходимые для теплого дома – это бытовая химия, средства гигиены. И из этой суммы мы рассчитали деткам на канцелярские товары. Для воспитанников теплого дома такие благотворительные акции – это пример того, что помогать и радовать ближних просто. Саровчане приняли участие в самой популярной российской внедорожной кольцевой гонке «Мотив Гир». Экипаж команды «Б-52» выступил в категории «ТР-1», в которой вошли внедорожники с минимальными доработками. Участники преодолевали кольцевую дистанцию, спринт по бездорожью с препятствиями. По итогам всероссийских соревнований саровская команда заняла почетное второе место. К другим новостям. В этом году исполняется 100 лет системе дополнительного образования России. В нашем городе работает множество секций, кружков и объединений самых различных направлений. Искусство, прикладное творчество, спорт и другие. Вот уже 15 лет на базе молодежного общественного объединения «Армир» существует секция исторического фехтования, где подростки постигают мастерство владения мечом и углубляют знания по эпохе Средневековья. Мечи и стальные шлемы средневековых воинов весом в несколько килограммов. Все это стало частью жизни Александра Киселева. Полгода назад он пришел просто посмотреть на тренировки по фехтованию и остался заниматься. Юноша мечтал взять в руки тяжелый меч и ловко отражать удары в бою. Хотя на тренировках используют современные средства защиты, молодой человек признается, что двигаться в них достаточно сложно. Но что не сделаешь ради любимого увлечения. Всегда увлекался историей, всегда было интересно, каково же было людям вот тогда, во время рыцарства. Теперь Александр в полной мере понял, что рыцарям было нелегко. Хотя современная защита в разы легче, а в кроссовках гораздо удобнее передвигаться, не всегда получается увернуться от ударов более опытных соперников. За две минуты спарринга нужно проявить силу воли и продемонстрировать хорошую физическую подготовку. Сильно способствует развитию координации движений, ловкости силы. Ну, в общем-то, сила воли тоже качается. Невзирая на защитное сооружение, это иногда бывает больно. Секция исторического фехтования существует в нашем городе уже около 15 лет. Ребята начинали тренироваться на деревянных мячах, которые сами делали из лыжа хоккейных клюшек. Сейчас у них в арсенале вполне профессиональное оружие, тоже сделанное своими руками. За один учебный год мальчишек не только научат основам фехтования, но и восполнят пробелы в знаниях исторических событий, изучат особенности одежды воинов эпохи Средневековья. Мы приглашаем сюда подростков в возрасте с 14 лет примерно. То есть те, кто уже в состоянии нести за себя некоторую ответственность, кто уже вышел, что называется, из нежного возраста. Кто готов раздавать и получать удары. Конечно, юный фехтовальщик должен быть здоров, так как прежде всего это спорт. И как в любой спортивной дисциплине, ребята участвуют в соревнованиях регионального и российского уровня. Чтобы достойно представить свое объединение и родной город, молодые люди часами оттачивают мастерство и ловкость нанесения ударов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин